Согласитесь, что часто так бывает, когда игры на твоей старенькой консоли прям лучше того, что предлагает тебе Next-Gen версия. С таким я сталкивался и причем не один раз. Так что вашему вниманию желаю представить игры, которые на первой плойке лучше, чем на консоли следующего поколения от Sony, PlayStation 2. Начнем мы с Гарри Поттера. Это прекрасная часть Поттера и одна из лучших, но вот незадача. Она выходила такая только для PS1. И неспроста геймеры считают версию для первой PlayStation лучше, чем на PS2. Потому что на PS1 постоянно происходят какие-то интересные геймплейные моменты. Допустим, вот. Мне хоть и сложно было на первой плойке кататься на спине и лететь в костер, но это добавляло произведению какой-никакой, но изюминки. И только на первой плойке есть такой элемент. В то время как для PS2, ну здесь просто катсцена. Несомненно, что и на PS2 есть элементы, которые недоступны на PS1. Это перемещение по комнате после того, как мы долетели. Но как по мне, просто побегать по закрытой комнате и преодолеть такой нелегкий путь несопоставимо. Но вот этим ведь все не ограничивается. Легендарный полет на машине, который опять же только добавляет игре разнообразия. На второй плойке полностью этого лишен. И вместо боя с деревом нам предлагают эту локацию для исследования. Но все так реализовано, что ты больше ловишь здесь скуки, нежели чем разнообразие. И так на протяжении всей игры. Противостояние с машинкой выглядит так себе, и ты просто до нее дошел без особого труда. Тебе не нужно было проходить тернистый путь усыпанным разнообразием. Да и вы сами посмотрите, как Гарри взаимодействует с палочкой на PS1. Его движение более энергичное, ты ощущаешь силу удара. Да, Нексген версия берет своим графоном. И тогда он был реально ничего такой, но кроме визуала. Версии для PS2 предложить больше нечего. А на PS1, если мы говорим за прохождение сегодня, вы будете хохотать от визуала все время. Эта мемная графика хотя бы несет юмор. Не думаю, конечно, что это хорошо для игр, но при этом она хотя бы тебя может размешить. Из-за своего посредственного графона, но в остальных моментах версии для PS1 реально лучше. А безголовый Ник на PS2 хоть и больше похож прической, но он какой-то чересчур маленький. Будто это его сын перед нами. Побегушки по территории Хогвартса на PS1 больше представляют собой коридор. Но согласитесь, что лучше уж так, чем большая в кавычках локация, которая выглядит чересчур пустой. И на второй плойке лично мне постоянно было непонятно куда идти. Чемпионат Квидища готов признаться, что на второй плойке реализован неплохо. Но вот его финальная часть, когда нам нужно ловить снич. О нет. На первой плойке гораздо легче это делать. И может я просто не умею играть, но на PS1 реально проще. Изучение новых заклинаний на первый PS представляет собой реальное изучение заклинаний. Да, через мини-игру, где вы просто клацаете на кнопки. Принцип которых понять нелегко, если сейчас именно о наборе очков. Но на PS2 вы просто посмотрели кат-сцену и вы уже все знаете. Не буду говорить за сражение с Малфоем, я давно не смотрел Тайную комнату. Но вроде она проходила как раз на сцене, а не в кабинете. Сейчас специально нашел этот момент и да, никаким кабинетом там и близко не пахло. Короче, что у нас по вердикту лично от меня. Версия для PlayStation 1 является лучшей версией. Потому что в игре присутствует сумасшедшая динамика. Каждый раз новые геймплейные элементы и все такое доброе. А для PS2 все скатилось в какую-то скуку и крутые моменты вырезали. Предоставив геймеру больше времени для исследований локаций. Но при этом все сделано как-то чересчур скучно. Нет динамики и поэтому играть в Поттера для PS2 совсем не хочется спустя время. Я говорю за себя, ребята. Вам может и по кайфу, но вот эти отличия, которые были названы, с ними спорить бессмысленно. Игры для PlayStation 4 или 5 ты сможешь купить по очень низким ценам. Множество положительных отзывов, а также ежемесячные конкурсы, в которых вы можете выиграть видеоигры или геймпады. А еще купить игру достаточно просто. Ведь в нашей группе ВКонтакте есть кнопка «Сделать заказ». PS Store. Играй без ограничений. Worms. Ни для кого не будет секретом тот факт, что Worms катился просто до жути, когда серия с привычного и классического 2D решила перейти на сторону 3D, чтобы охватить новых геймеров, но при этом игра потерпела большие проблемы. Управление стало каким-то топорным, прицеливание представляет собой настоящий мрак, и ты попросту не понимаешь, куда тебе целиться и попадешь ли ты вообще. В то время как на PS1 в этом плане все супер. Я предпочитаю именно 2D классику, которой разработчики вернулись позже, но, знаете, серия Worms хоть и решила развернуться и вернуться к первоначальному своему виду, но ее визуалка изменилась. Да, с одной стороны стало намного лучше, чем этот мрак в 3D, но при этом как будто Worms для меня остался идеальным в том исполнении, с которым я с игрой познакомился. Так что для меня это опять же субъективно. Но если судить по оценкам, в том числе, то серия просто не вывезла спустя время. Она каждый раз пыталась что-то предложить новое, но это новое тайтлу и не нужно было. Тот случай, когда небольшие графические изменения и новые карты с оружиями сделали бы эту игру бесконечной и причем бесконечно популярной. Ну, это считайте как Майнкрафт. Так что для меня в приоритете Worms PS1, а на двойке я помню, как хотел поиграть. Запустил, посмотрел на этот мрак и выкупил, что нет. В такой играть точно не буду. Меня хватило на пару игр, чтобы хоть как-то нормально разобраться в этой механике. И в новых червях, но, к сожалению, изюминки больше нет. Игра совсем не та, в которой я хотел бы сыграть. Я реально считаю, что все червяки для PS1 лучше, чем на PS2. Крэш. Начнем мы с части Team Racing. Вот эти гонок аналог на Mario Kart. Версия для первой PlayStation является такой родной, крутой и просто сумасшедшей. Здесь очень сильная динамика, и мне не странно, почему же спустя время решили сделать ремейк именно на эту часть КТР, а не на ту, которая выходила для второй PlayStation. Главное претензия у меня заключается, опять же, в динамичности и просто посмотрите на версию для PS2. Я, конечно же, ее тестировал, и тут ситуация чисто как в Worms. Ты включаешь и сразу же понимаешь, что это вообще не то. Посмотрите, что происходит, когда крэш заезжает на ускорение. Сколько секунд вообще проходит, пока он совершит полет. И вот эта медленность, почему она вообще есть на PS2? Зачем она здесь нужна? Как бы да, касательно визуальной части вообще никаких претензий у меня нет. Чисто обновленный КТР, который в то время полюбился многим. Но главное, в подобных играх это не визуальная часть, а как раз драйв и динамичность, чего версия для PS2 полностью лишена. Вот прям на сотню процентов. В это играть, извините меня, но я лучше покатаю в оригинал или в ремейк, к которому мы подошли, очень ответственно прям. Вот вся эта динамика сохранена, в то время как версия PS2 просто не вывозит. Я помню, как катался, здесь и мне стало прям настолько скучно, что пришлось вырубать эту игру, и я остался под очень посредственными впечатлениями. А что касательно Бандикута, так ему вообще нет равных. Единственная неплохая часть на PS2 это про Cortex. Она хотя бы похожа на прошлой части серии. Но когда ты рубишься в это на PS2, то тебе хочется не продолжать геймплей, а вернуться к оригиналу на первый PlayStation, потому что эта часть, хоть и действительно похожа на прошлое, но тайтл ничего нового не принес. Игра стала чересчур какой-то плоской. Единственное, что изменилось, так это визуалка. И серия просто пошла не туда. Время загрузки увеличилось, и это тревожило многих геймеров. Потому что на этих загрузках можно реально уснуть, так что не. Такой Next Gen лично мне не нужен был. Да и как показывает практика, многим тоже. И получается, что на PS1 практически нет нормальной части крэша. Мне нравится. Титаны это неплохая часть, но она полностью лишена того, за что и полюбили серию Bandicoot. Это другая игра с использованием и мини-крэш, и некоторой части персонажей. Да, прикольно, но это только в том случае, если не брать во внимание тот факт, что все это время мы играем за крэша, а ощущения того, что перед нами другая игра, они просто не покидают себя. Драйвер. Вот чем полюбилась геймерам эта игра для первой PlayStation. А все очень и очень просто. Драйвер была практически самобыдной игрой в открытом 3D мире. Ты смотрел на это произведение и просто понимал, что ему практически нет аналогов. А почему практически? Выходила Urban House для первой PlayStation, которая также неплохая. Но если брать во внимание элемент вождения, то в драйвере это самое вождение на 10 голов лучше. Но во что же превратился драйвер для PS2? Как с такой технологической игры мы пришли к тому, что драйвер это низкокачественный клон GTA, когда разработчики быстрее, чем Rockstar Games, выкатили тайтл в 3D открытом мире. А все на самом деле просто. GTA 3 перенесла настоящую революцию, и здесь было все, что им нужно геймерам тех лет. Свободные, интересные драйвовые покатушки вне миссий. Уже этим можно полностью снести драйвер, поскольку на PS2 вне миссий делать было нечего. Я помню, как играл в драйвер, и тут ситуация чисто такая же, как и с прошлыми играми. Да невозможно это пройти. Тебе настолько скучно здесь, что даже миссии эту ситуацию никак спасти не могут. Так что не обязательно быть новатором какой-то идеи, чтобы стать лучшим в этом. А вот так отсутствие понимания того, что нужно геймерам, привело серию к тому, что я воспринимаю чисто как пародию на GTA. Хотя на самом деле это GTA пародия на драйвер. И другие игры с открытым 3D миром. Забавно, да? И драйвер на самом деле лучше на PS1 вот по какой причине. Не было альтернативы. Это практически единственная игра, но чисто единственная в своем роде, которая предоставляла геймеру погоню по городу. Такого не было в 3D и со своими задачами игру ли справлялась хорошо. Но уже на PS2, когда повыходили части GTA, с которыми никто не может танкурировать, GTA и стала тем самым драйвером, который драйвер и должен был остаться. Но разработчики пинали одно и то же, никак не усовершенствуя свое произведение. И как итог, серии больше не существует в наши с вами дни. Сайфон Филта. Для PS1 это классика, это та игра, без которой невозможно представить эту консоль. И мне совершенно не странно, почему же люди уважают и почитают эту серию для первой плойки. А потому что она для своего времени нереальная. Технологичная, с прекрасным визуалом и геймплеем, которого на PS1 не было. Вот прям хочется пожать руку за эти сложные моменты в произведении. И за новаторские фишки, но когда вышло продолжение для PlayStation 2... Эх... Любая часть для PS2 является такой себе. Dark Mirror это чисто порт с PSP, который на пихе может и играется неплохо. Как для этой маленькой портативочки, здесь все чисто в порядке. Управление нормально, играть приятно. Но когда ты смотришь на порт для PS2, то сразу же понимаешь, что играешь как будто не в игру предназначенную для второй плойки. А как будто подрубил эмулятор на PS2. И как заявляла некоторая пресса, я с ней полностью солидарен в этом плане. Чтобы ощутить всю мощь и кайф от этого тайтла, в него нужно играть именно на PSP. Вот так. Не смогли сделать нормальный порт, не смогли сделать отдельную шикарную эксклюзивную часть для PS2. И серия загнулась. Многие вспоминают с iPhone либо для PS1, или же для PlayStation Portable. Но никак не для второй плойки. Это тот случай, когда разработчики не смогли адаптироваться под реалии рынка. Ведь как для PS1 игра имеет уйму просто новых фишек. Но для PS2 у нас просто пародия на с iPhone. Так что нет, ребята. Если вы желаете нормально поиграть, то либо PSP или PS1. Играть в это на PS2 точно не стоит. Donald Duck. Что уже не так с этой next-gen версией для PlayStation 2? Может, вам не говорить ностальгия, но как же сложно было играть в версию для второй плойки. Вроде бы разработчики хотели сделать более расширенный контент для PS2. Это относится к более мощным консолям тоже. Ибо на том же Dreamcast в это играть не тянет. Я через силу тупо для галочки проходил эту версию Дональда. Сделали доп-контент в сравнении с PS1, добавили палок, по которым вы можете бегать. Но это все игре пошло не на пользу, и как я считаю, она должна была остаться именно такой, которая она и была на PS1. Но для каждой консоли просто улучшить визуалку, и проблема всех других версий заключается в том же, в чем проблема картов для PS2. Нет той динамики, которая и должна присутствовать в этих раннерах-платформерах. Ведь как ты можешь с удовольствием пробегать уровни, когда тебе тупо скучно это делать? Когда начинается геймплей, и ты в предвкушении к качественной версии для PS2, начинаешь в это играть и тут же выкупаешь, что нет. Дайте мне версию для PS1, потому что это все не то. Тот случай, когда самая скромная версия оказалась самой лучшей. Я уверен, прям что со мной многие будут не согласны здесь. Но это мое мнение. Своё же можете написать в комментариях, почему я не прав, и это касается совершенно каждой игры. Если вы так считаете. Я хочу сюда включить бонусную игру, где сложно как бы сказать, что реально лучше. Это Spider-Man. Каждая версия, что для PS2, что для первой PlayStation, является по-своему классной для своего времени. Это же чисто бонус, и я долго думал, включать сюда эту игру или может забить. Потому что произведения вообще разные. При этом The Movie, которая выходила в 2002 году для PS2, всё равно остаётся крутой. Хоть и анимации, полёта на паутине это та ещё боль. Ну а так я бы прям не желал здесь говорить, какая версия лучше. Лично мне больше нравится возвращаться в Паука для единицы, но и поиграть на PS2 тоже классно. Так что вот такой вам бонус, и пусть и зрители канала сами решат, какая версия лучше. И вот такое у нас получилось видео. Можно снять также несколько подобных видосиков, но скорее реально пару штук. Потому что подобных аномалий их немного. Ну а вы не забывайте подписываться на канал и всевозможные соцсети, включая Telegram. До новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok